В российском Заполярье случилось то, что повлияет на рынок углеводородов далеко за пределами нашей страны. На Ямальском месторождении дали старт второй очереди производства жиженого природного газа. На фоне развязанной Соединенными Штатами торговой войны Азия, куда идут танкеры, становится поистине необъятным рынком. О новой точке на топливной карте Олег Шишкин. Еще пять лет назад на месте газового гиганта была болотистая тундра, а в поселке Сабета проживали всего 19 человек. Строительные материалы тогда сюда выгружали прямо на лед Карского моря. Сейчас население Сабеты почти 30 тысяч человек. Первый танкер с жиженным газом отправился отсюда в декабре прошлого года. Торжественная церемония состоялась при участии президента. Спустя 8 месяцев с опережением графика на заводе запускают вторую производственную линию. Одно движение компьютерной мышью и танкер-газовоз вместимостью 160 тысяч кубометров начинает заполняться голубым топливом. Ямал-СПГ стоит на вечной мерзлоте. При строительстве применялись уникальные технологии. Собирали завод словно конструктор из уже готовых модулей. Под резервуарами для хранения сжиженного газа 945 свай. При добыче газ поэтапно охлаждают до минус 160 градусов, и он уменьшается в объеме примерно в 600 раз. Так его удобнее хранить и перевозить. Танкеры доставят его в те регионы, куда пока не дотянулись газопроводы. Всю инфраструктуру пришлось создавать заново. Поселок Сабета связывают с Большой землей международный аэропорт и морская гавань. Крупнейший транспортный узел Северного морского пути. Порт Сабета находится в арктической зоне. Температура зимой здесь опускается до минус 50, в акватории работают ледоколы. При сооружении причалов даже пришлось углублять дно Карского моря, чтобы к берегу смогли подходить вот такие 250-метровые танкеры-газовозы. Ямал-СПГ добывает газ из южно-тамбейского месторождения. Запасы колоссальные – 900 миллиардов тонн. Главные импортеры страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В первую очередь Китай, который из-за торговой войны США отказался от американского сжиженного газа. В КНР ямальский газ поступает по кратчайшему маршруту – Северному морскому пути. Развитие этого транспортного направления станет драйвером не только для арктического региона, но и всей страны. Одно место в Арктике создает 14 рабочих мест в промышленности. Это важная территория и в указе президента Российской Федерации она обозначена как одна из основных. Показатель 80 миллионов тонн по Северному морскому пути – это очень серьезная, амбициозная цель, к которой мы должны с вами прийти в будущем. И вот именно такие проекты, как Ямал-СПГ, Порт Сабета, конечно, и дают основной рост экономики. И тот рывок, о котором говорит президент. Ямал-СПГ строит международный консорциум. Главный акционер проекта – российская компания «Новотек» при участии французской «Тоталь» и китайских партнеров. А в целом на заводе используются оборудование и технологии из 15 стран. На очереди – разработка месторождения на противоположном берегу Обской губы и строительство завода «Арктик-СПГ-2». Мы прикидывали, сколько заказов было размещено в России на проект Ямал-СПГ. Десятки регионов, заводов, производителей участвовало. Цифры, насколько я помню, порядка 620 миллиардов рублей. Мы сейчас приступили к строительству, говорили четвертой линии опытно-промышленной уже по технологии «Новотека». Она практически полностью все будет изготовлена в России. По прогнозам экспертов, через пару десятилетий строс на сжиженный газ может увеличиться примерно на 70%. В следующем году «Ямал-СПГ» выйдет на проектную мощность объема поставок газа, расписанной на годы вперед. Уже законтрактовано 96% будущей продукции завода. Сооружение третьей производственной линии сейчас идет на заводе круглосуточно. Пуск намечен на конец этого года. А рядом же готова строительная площадка для четвертой линии. С вводом ее эксплуатации мощность завода вырастет до 17,5 миллионов тонн газа в год.